И вспоминать, и на самом деле не только о прошлом, но и о нынешнем говорить. В нашей студии Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Добрый день. И гость, журналист, телеведущий, ведущий взгляда на одном из этапов жизни этой программы. Евгений Додолев, Евгений Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Я сразу хотел бы вместо «Здрасте» сказать, что я всегда специально в анонсе вашей программы по правилам написал, что я считаю, что в взгляде было пятеро ведущих. Это первая оригинальная «Тройка» Захаров, Листьев, Любимов и тандем Политковский и Мукусев. Все остальные люди, которые вели на том или ином, действительно, как вы сказали, этапе, все-таки я их ведущими не назвал бы. Потому что мы по касательной, в общем, прошли. И я, и Артем Боровик, мой коллега, совершенно секретно, который приглашали на соведение. Но у меня там коллеги перед вашим эфиром, когда я прогонсировал, насчитали десяток выпусков, которые я провел. А все-таки это была еженедельная программа в течение трех лет проходил. Еще один важный, кстати, момент, который хотел бы уточнить, потому что я слушал эфир с другими ведущими, с ведущим взглядом неделю где-то назад. Я хотел бы все-таки зрителям напомнить, что программа «Взгляд» – это проект, который выходил со 2 октября 1987 года по декабрь 1990. А все остальные реинкарнации, вид программы авторские, политбюро, муза-босс, поле чудес, «Красный квадрат» – я не считаю, что это программа «Взгляд». Просто ваша коллега ведущая говорил, что программа «Взгляд» больше всего люблю Ваню Демидова. Иван Иванович был режиссером «Взгляд», действительно серым кардиналом на финальном этапе, что немногие знают, но он никогда не был, собственно, журналистом или ведущим программой «Взгляд». «Муза-босс» – это культовая передача, ТВ-6 канал, который он сделал. Поэтому вот эти вещи мне хотелось бы на берегу, чтобы мы оговорили. — На самом деле, я понимаю, о чем вы говорите, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что для людей, которые вспоминают «Взгляд», наверное, вот эти детали уже не так важны. «Взгляд» как некое явление, в том числе с некими последующими ответвлениями, реинкарнациями, как вы говорите. Это все какая-то большая единая история, о которой хочется говорить. Которая, ну, часть юности, да, с одной стороны, с другой стороны, часть, наверное, юности страны, потому что понятно, что мы сейчас живем немножко в другой стране, чем когда эта программа появлялась. Вы когда первый раз, первый выпуск «Взгляда» помните, как вы его увидели? — Да, я помню, да, второе. — И ваше впечатление? — Ну, впечатление, я думаю, что мои коллеги не обидятся, потому что это впечатление было общее абсолютно у всех. Полный, тотальный непрофессионализм. Любой из той четверки, ну, естественно, кроме Олега Вакуловского, которого уже нету в живых, значит, из двоих оставшихся в живых, вам это охотно подтвердит, и они с этим соглашаются, что это было очень беспомощно. Но они очень-очень быстро набрали ребята, очень быстро. Это уже вот к ноябрю месяцу, это статус культовой программы приобрела, потому что я была настолько необычна для того времени, что, ну, первый эфир это было смешно. — Но у вас была мысль, почему я не там? — Нет, абсолютно не было, да. Я абсолютно не был телевизионным человеком, я был пишущим журналистом, даже вообще про телевидение не думал ни с какого боку, даже не предполагал. — И как получилось, что всё-таки пришло телевидение в вашу жизнь? — Меня пригласили как гостя, во взгляд, в этот день записывали Андрея Макарова, такой адвокат был, сейчас политический деятель. И меня записные интервью, потому что был формат записных студий, которые потом вставлялись в виде сюжета в прямые эфирные выпуски. И Листьев с Любимым со мной беседовали, и я там, что называется, зажёг. То есть я наговорил такого, что Демидов, который спустился потом из аппарата, закуривая, прямо в студии сказал, проверку не выдержал. То есть совершенно это было непроходимо для эфира. Но мы подружились и стали дружить. И поехали вместе отдыхать с Александром Михайловичем Любимовым и Константином Любовичем Эрстом, моим товарищем, который тогда был перспективно молодым биологом. Вот, и Любимов просто сказал, что давай как-то ты будешь вести взгляд, а ты, Костя, раз ты такой умный, разбираешься с кино, будешь режиссёром. Мы это восприняли вот как бы сейчас, вот мы с вами сидим, я сказал, Павел, а давайте Владимиру Владимировичу Путину, помощникам, как вы смотрите? Ну, конечно, в любой момент. Ну, понедельник, готовый. То есть вот мы восприняли. Как фантастика, да? Примерно, ну, какой-то, да. Люди выпили портвейна, юг, Ялта, море, шашлыки. Ну, сказали да. Ну, таки да. То есть по возвращению в Москву с сентября мы стали... Ну, у программы же было какое-то руководство, оно как посмотрело на вот это вот ваше самодеятельно. Дело в том, что у Любимова уже был статус такого негласного лидера. То есть у него было такое же удостоверение, как у всех остальных гостей радио СССР. То есть никак не было отмечено. Но при этом у него был уже свой стол, своя секретарша-общественница. То есть он такой вот, он лев по гороскопу. Вы верите в гороскопы? Нет, не то, что вот я буквально покупаю и думаю, так, на этой неделе мне, пожалуй, надо от свинины отказаться и ни в коем случае не лететь в Ленинград. Нет. Ну, что в этом что-то есть, я считаю, что да. Во всяком случае, что он действительно очень властный такой вот лев, вокруг которого должен быть прайд. Он уже имел статус неформального лидера. И, кроме того, руководитель программы, Анатолий Григорьевич Лысенко, он абсолютно ему доверял и был вообще, к нему относился очень-очень трепетно. Отчасти я уже потом, много лет спустя, узнал, что, оказывается, студентом Толи Лысенко был влюблен в маму Саши Любимого. И когда он появился, то есть вот это воспоминание юности, и глаза вот Вишневской, то есть вот он к нему относился, ну вот по-отцовски, как бы видя в нём вот гены некогда любимой им женщины. Вот. И он имел вообще достаточно большой вес. Я не знаю, как это происходило. То есть как меня утвердили, утверждали вообще для меня этот эр инкогнито, потому что в то время бытовали слухи, что вот этот прямой эфир, он по каким-то специальным кабелям в хоккейном варианте, ну за 10-15 секунд задержка идёт на Лубянку, на Старую площадь, что вот это всё как-то... Да-да-да, были же такие правды. Да, ну не может быть, что пришли люди и говорили. И я был, честно говоря, когда просто приехал, и там никаких не было ни гримерных, ни трактов, ничего. Я приехал и сел, и сперва это выходило на орбиту днём, то есть в два примерно часа по Москве, вечером на Дальнем Востоке. Я понял, что я сейчас вот в прямом эфире, вот как сейчас с вами, и могу говорить всё, что угодно, это же всё-таки совершенно другой контекст и другой масштаб, ну давайте, признаюсь, единственный канал был в телерадио. Да, в общем-то, мы даже не спали. Вот, я был, собственно говоря, потрясён. То есть действительно абсолютно прав Эрнстон в одном из трёх говорил, что вот настолько рушилась уже в те годы вся система, что в ящик мог войти вот любой человек в ящик, мы говорим про телевидение, что настолько вот... Ещё год назад там пропуск надо было оформлять за неделю, для того, чтобы просто попасть в Останкино. И там бесконечные проверки там первого отдела, или как он тогда назывался. А через год уже буквально там вот, ну, в 87-м уже вот люди совершенно случайные. То есть меня за этого, за два года до этого, 85-го, началась моя журналистская карьера, меня взяли в газету «Московские комсомольцы», при том, что я не был комсомольцем. Вообще я единственный в УЗИ, не был членом ЛКСМ, меня взяли в органы МГК в ЛКСМ. То есть, ну, это вообще было... Ну, да, это не принято, что было просто. Абсолютно, да, просто... То есть это был нонсенс, что у меня в партийности, в графе, в анкете стоял пропуск, что я БП. Меня БП без партийного взяли на идеологический участок работы. То есть эта система действительно очень стремительно на глазах разрушалась. Вот здесь мы паузу сделаем небольшую. Я напоминаю о том, что наши слушатели, наши зрители, потому что эфир можно еще отслеживать в тайных сетях на сайте «Комсомолки», могут прислать свои вопросы Евгению Додолеву. 967-200-0907-02. Телефон для ваших смс-ок в WhatsApp и в Вайбере. И можно звонить в прямой эфир по номеру 8-800-200-0907-02. Реклама. Это скорость прошлого века. Вот это наши скорости. Компания «Транстек» доставит ваши грузы в любую точку. Скорость доставки гарантируем. Московская область. Город Видное. Телефоны 8495-532-6683. Поехали! Короче, деньги нужны были по заез. Банк-то реально долгая. Сумма такая, что, друзья, не вариант. Услышал на радио. Возьми деньги под ПТС. Позвонил, приехал я. И что вы думаете? Уехал на своей машине с деньгами. Паспорт, ПТС и СТС. Это все, что было нужно. Погасил заем досрочно, без штрафов и без проблем. Если вам нужны деньги, советую. Звоните. 135-10-80. 135-10-80. ООНКК «Микрокредит онлайн». Легендарная Тимирязевка приглашает на день открытых дверей. Руководство вуза и деканы встретятся с будущими абитуриентами. А выпускники академии поведают, как помогает им в жизни полученное образование. Вы еще ничего не знаете о достопримечательностях Тимирязевки? Сами студенты расскажут вам о них. Всех желающих ждут 30 сентября в 11 утра по адресу Большая Академическая, 44, строение 4. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слушайте сегодня. В эфире радио «Комсомольская правда» журналист Сергей Доренко. На самом деле Россию покинула интеллигенция. Она ее покинула. Нет, просто вообще. И в результате отказа от нравственной мыслительной работы Россия оказалась во власти маргинала. О том, что же будет с Родиной и с нами, поговорим с Сергеем Доренко с 22.45 по московскому времени. Не пропустите. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова. Сема дня. 15-17 в российской столице. Продолжаем разговор о взгляде. И не только Евгений Юрьевич Додолев в нашей студии. Павел Садков, Антон Челышев. Я вот в самом конце напомнил, что можно в эфир звонить и писать. Любые вопросы, на самом деле, задавать можно. Но вот есть такое общее мнение, что взгляд – это то, что изменило телевидение. То, что перепахало зрителей. Уж простите за штамп такой. Вас перепахало или нет? И были ли у вас еще какие-то потрясения, когда вы посмотрели на экран и сказали, что телевидение больше не будет прежним, я больше не буду прежним. Может быть, это, кстати, не со знаком плюс, а со знаком минус. Есть, кстати, сообщение уже, если позволите, сразу его зачитаю. Было ли во взгляде советское ноу-хау, или это все-таки была калька западного телевидения, как мы сейчас любим делать? Это не было калька, просто по той простой причине, что никто западного телевидения не видит. Поэтому велосипед изобретался. То есть все, что делалось и потом могло восприниматься, как некий штамп и некое воспроизведение существующих моделей, на самом деле это было просто изобретение велосипеда. Так что калька это не было, это было абсолютно советское ноу-хау. Хотя формат этот, условно говоря, тележурнал, он, очевидно, существовал и до этого, но не на нашем телевидении. Поэтому, в принципе, это была новаторская работа. Я, позвольте, немножко попиариться. У меня вот книжка буквально вчера вышла «Мушкетеры перестройки. 30 лет спустя». Ну, про взгляд. Она строилась так, что я вопросы задавал самым разным респондентам, включая Владимира Николаевича Сунгоркина, кстати, главного редактора «Красовской правды». Был пакет вопросов, на которые они отвечали. Один из вопросов был, было ли это новаторство, было ли это, так сказать, вот что-то прорывное. И единодушно все, и рок-музыканты, и журналисты, и нынешние телезвезды, и главреды, все сказали, что да, конечно, это было новаторство. И я тоже придерживаюсь мнения, что это был абсолютно новаторский продукт. Я соглашусь по поводу новаторства, вот тот след, который оставил взгляд, но у меня есть ощущение, что за 30 лет он оброс таким количеством легенд, что если так трезво взглянуть, то тут очень-очень как-то все было… Абсолютно согласен, но этот бренд, или этот проект, или это начинание, как угодно, он мифологизирован тотально, просто столько нелепых совершенно выдумок и позитивного и негативного характера вокруг этого проекта, что я, собственно, поэтому в свое время взялся за мемуары. То есть я пишу эти книжки именно для того, чтобы пока живы свидетели, люди, которые могут действительно рассказать, как это было, почему это было и зачем. Но вот на ваш взгляд, понятно, что мифы мифами, но Советский Союз-то взгляд развалил? Кстати, такой вопрос тоже был. Естественно, развалил ли взгляд и рок-музыка империю. Он был в книжке, он один из ключевых. Я, конечно, считаю, что в известной степени то, что называется термин, если раскачивают лодку, естественно, раскачивали лодку. Но развалить, знаете, как Владимир Мукусев, выпускающий взгляды, один из пяти ведущих, сказал, что если одна программа ночная, еженедельная могла развалить империю, значит, что это была за империя? Значит, она была обречена. Не могу не спросить, как отнажились ваши отношения с коллегами по взгляду? Ну, понятно, что все серьезные люди, у всех свои, в том числе и бизнес-интересы, и политические какие-то интересы. Как у вас, как вы прошли? Мы разошлись очень-очень со всеми. То есть, совсем худо. Ну, во-первых, идеологически. Я вот такой, знаете, термин «ватник». Я там крымнашист, колорад и все такое. То есть, я совершенно идеологически не совпадаю со всеми бывшими коллегами. С Александром Михайловичем Любимовым у меня совсем плохо, при том, что я ему очень обязан, потому что он меня именно пригласил во взгляд. Более того, я считаю, что он лицо взгляда. Это вот, если надо выбрать одного ведущего, сказать, вот этот человек, это взгляд. Вот только одного. Это будет и не Листьев, и не Политковский, которых я, конечно, ценю очень. Это, конечно, Александр Михайлович Любимов. То есть, он номер один и как ведущий, и как продюсер. Но, знаете, я в зену говорю, талант не облагораживает своего носителя. Поэтому человеческие его качества, я их оцениваю крайне-крайне низко. Я считаю его человеком мстительным, мелочным и очень-очень меркантильным. Вот мы с ним разошлись очень категорически. Мне не дали, как вот на днях звонила коллега, наша бывшая, общая, и сказала, что на канале федеральном в понедельник будет запись передачи, посвященный вот этому бюлеру. И Любимов поставил условие, что там Додолева, там быть не должно. Додолев и Мукусев просто в черном списке, она просто со смехом мне это рассказывала. Я говорю, ну это вот смешно, потому что я тоже много что могу думать. Но расписываться в этом перед редакторами и журналистами, все-таки мы журналисты, сейчас существуют соцсети, вот эти вещи невозможно совершенно удержать в кулуарах. Они попросачиваются. Это непонятно, о каком федеральном канале идет речь, но в принципе, в любом случае, ситуация не красит продюсеров, потому что... Полить, конечно, гостя, совершенно Антон с вами согласен, потому что они не красят продюсеров, потому что они не должны, конечно, вот эти вещи выпускать. У меня сейчас другая мысль в голову закралась. Что может быть лучше, чем вынести вот эти все старые дрожжи и дать им возможность еще... Ну, знаете, я с вами соглашусь, потому что это все-таки юбилейный, как принято говорить, датский, ну какой-то датчик, посвященный выпуск. Он должен быть такой достаточно мажорный, так сказать, вот... Но people-то have it hype. Ух ты, как-то сказал. Здесь хайпануть на этой теме, даже если бы в студии произошел бы какой-то конфликт, я не думаю, что он все-таки произошел бы. Во-первых, это не осталось бы в эфире. Во-вторых, ну кому это интересно? Кто помнит сейчас взгляд? Ну давайте называть вещи своими именами. Вот мои студенты, они совершенно вот... То есть они знают, что был такой взгляд, знают, что такой был листьев, который, как они считают, убили ведущего взгляда и убили за профессиональную деятельность. Это совершенно не имеет никакого отношения к действительности. О проекте помнят, а проект не помнят. Ну да, и объяснить невозможно. И я не думаю, что какой-то есть интерес у телезрителей. Сейчас есть масса и ньюсмейкеров, и события гораздо более интересные. Но мне кажется, вы недооцените ностальгию, как чувство, которое вызывает желание послушать, посмотреть. Ну выросли целое поколение людей, которые нас ностальгируют уже по Богдану Титамиру, по каким-то другим вещам, или по журналу Птюч. У меня точно такое же чувство к «Кабачку 13 стульев». Я не видел ни одной программы. Для меня все говорят о культовости этой программы, но я никогда не видел ее вживую. И о чем это люди разговаривают, всегда как-то немножко так вызывает. Нет, нет, я думаю, что здесь вот... Я даю себе отчет о том, что это, в общем, вчерашняя и позавчерашняя идея. Ну, если мы говорим о вчерашнем и позавчерашнем, хочется говорить о сегодняшнем тоже. Я очень удивляюсь людям, которые сейчас в состоянии преподавать журналистику и рассказывать о том, что это такое. Потому что по своему собственному опыту я понимаю, что каждый день она меняется, и каждый день она абсолютно разная. Как вы это делаете, что вы говорите сейчас ребятам? Нет, у меня спрашивают, и я просто отвечаю на вопросы. То есть я никогда не говорю, что вот взгляд. Я прекрасно понимаю, что этот телеязык очень устарел. Есть канал Ностальгия, который специализируется на показе старых проектов. И я просто, даже когда попадаю на него, если это взгляд, я выключаю, потому что это просто слезы. Это очень медленный темп. Это ничего сенсационного, потому что тогда сенсацию можно было сделать... Ну, было запрещено говорить буквально обо всем. Ну, вообще все было запрещено. Поэтому показ любого музыкального видео, какой-то сюжет о том, что там, вот я помню, делал сюжет, что там сбила какая-то номенклатурная тетка девочку, и потом гаишники убрали знак соответствующий. Ну, господи, сейчас мы знаем историю про мальчика, который все шестилетний оказался пьяным. Сколько вот этих историй, не дали, как вчера, гаишника сбили. Это происходит, это на два, на три дня. Тогда это был сюжет, он не проходил. Его что-то вырезали, да, и потом его обсуждали. Боже мой, сейчас о чем мы вообще говорим? Это даже не помню, кто была эта тетка, и в чем там была суть. То есть можно было сделать сенсацию почти из ничего, потому что ничего не разрешали. Поэтому как только что-то удавалось пробить, какой-то тот или иной персонаж рассказать о том или ином явлении, это сразу обсуждалось, потому что еще и выбора особенного не было. Я повторю, канал фактически был один. Центральное телевидение фактически было вне конкуренции. Ну а сейчас вот, как вы справедливо заметили, любая новость, даже самая горячая, она живет там не то что несколько дней, а зачастую несколько часов. Вот есть у вас понимание того, вообще к чему мы идем, какие новости у нас будут, скажем, пользоваться наибольшим вниманием аудитории? И ну вот давайте пока так. Знаете, нет аудитории, потому что существует масса разных страт, разных слоев, и в каждом есть как бы свои приоритеты. И более того, те же самые новости та или иная группа социальная трактует по-своему. То есть каждый живет в своем мире. Кто-то живет там в условиях кровавого режима и оккупации Крыма. Кто-то живет там в условиях отражения атак на нас. Вот недавнее заявление Фримана о том, что Россия напала на США, они ведут войну, значит, они живут там вот в каком-то таком ощущении, что сейчас... Сейчас реклама, Евгений Юрьевич. Реклама и новости. Продолжим через 4 минуты. Реклама. Ты слышала? О чем? Бархатный сезон в Сочи по сниженным ценам. И дети до 7 лет вообще бесплатно. А где это? В комплексе АФЛОО. Отдых по системе все включено. Проживание, шведский стол, аквапарк с морской водой, собственный пляж, спортзал, анимация, детская комната. О, да, да, да. Идеальный отдых в АКВАЛОО. Записывай телефон. 8 800 234 2040. Комсомольская правда. Сегодня в газете «Комсомольская правда» читайте специальную информационную вкладку «Спасатель». Глава МЧС России Владимир Пучков рассказал депутатам о развитии системы гражданской обороны. Самые важные поправки в правила противопожарного режима, которые сегодня вступили в силу. Из Байкала вытащили почти сотню машин, а еще снегоходы, мотоциклы, вертолет и самолет. Информационная вкладка «Спасатель». Узнайте больше. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сегодня в программе Андрея и Юлии Норкиных 120 минут. На Западном информационном фронте без перемен. Или почему за океаном не оставляют попыток очернить образ России? Об этом поговорим с сенатором, председателем Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым. Слушайте и звоните с 7 вечера по московскому времени. Сегодня в программе «Депутатская прикосновенность». Стоит ли придать проституции в России официальный статус? Ведь несмотря на запреты, представительницы древнейшей профессии все равно находят своего клиента. Обсудим с депутатом и борцом за нравственность Виталием Милоновым. Слушайте и звоните с 9 вечера по московскому времени. 15.30 в Москве. В студии Елена Кузнецова. Здравствуйте. Все самое важное за две минуты. Господдержка Вимави бессмысленно, заявил глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, компания уже практически прекратила работу. Как пояснил Соколов, господдержка нужна в решении сложившейся ситуации перевозки пассажиров. Накануне Росавиация объявила о приостановке чартерной программы Вимави. У перевозчика закончились оборотные средства. Его финансирование заморожено. Приостановлено обслуживание в аэропортах. ЧП в метро Лондона. В поезде воспламенилось зарядное устройство для мобильника. На станции Тауэр-Хилл пять человек пострадали из-за паники. Возникший после возгорания, сообщает британская транспортная полиция. Полицейский отмечает, что инцидент не вызывает каких-либо подозрений. Однако на станции все же проведена эвакуация. Умерла 37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова. Актриса находилась в состоянии искусственной комы несколько дней. Ранее СМИ сообщили о том, что она попала в реанимацию. После падения в собственной квартире женщина ударилась головой и потеряла сознание. Позже стало известно, что у Юнниковой был инсульт. А спасти ее жизнь медикам не удалось. Фильмография актрисы, роли во многих картинах. Ну а прославилась она, сыграв старшего лейтенанта Василису Михайлову в сериале «Возвращение Мухтара». Создателя и ведущего популярного интернет-шоу «Версус» Александра Тимарцева, более известного как «Ресторатор», задержали в Германии. О собственном аресте молодой человек рассказал сам. В Твиттере «Ресторатор» разместил фотографию полицейского отделения в Мюнхене. Он не стал объяснять, как оказался в участке, однако подчеркнул, что поездка за границу прошла на отлично. В завершении о погоде завтра днем в Москве. Облачно с прояснениями обещают до 12 градусов тепла и без осадков. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду ночью до плюс 6. ТЕМА ДНЯ Продолжаем разговор о «Взгляде». Евгений Юрьевич Додалев в нашей студии, журналист, телеведущий Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Янтон Челышев. Сообщение очередное. Давайте перечитаем. По форме «Взгляд», конечно, был новаторским, пишет слушатель, но в содержании его выпусков по сегодняшним меркам не было ничего уж особенно революционного. Никакой острой критики режима, никакой консолидации оппозиции, как ПСС, так, что «Взгляд» в развале СССР, думаю, преувеличено чересчур, утверждая слушатель, который, к сожалению, не подписался. Правильно ли я помню, что «Взгляд» придумали после решения, которое было принято чуть ли не на уровне ЦК КПСС? Ну, существует такая легенда. Я впервые эту версию услышал от Анатолия Григорьевича Лысенко. Абсолютно ему в этом смысле доверяю. Хотя никаких бумажных свидетельств тому, что протокола какого-то заседания не было. Но мы с вами понимаем, что существовали закрытые абсолютно заседания с грифами. Кроме того, ведь очень многие вещи могли... Вот мы сейчас втроем выйдем в коридор, что-то обсудим, потом кто-то из нас кому-то позвонит и скажет «давай». Возможно, это было... Естественно, без отмашки сверху ни один медийный проект не запускался. Я помню, как Юлиан Семенов делал совершенно секретно. Без визы Легачева невозможно было средства массовой информации зарегистрировать и запустить. Хотя это был уже 89-й год. Поэтому, естественно, что в 87-м году это было санкционировано. И люди, которым я абсолютно доверяю, из Слубянки, говорили, что эта записка соответствующая разрабатывалась вторым управлением, то есть управлением контрразведки КГБ СССР. О том, что молодежь слушает Севу Новгородцева, BBC по пятницам. Почти вся молодежь у радиоприемников из-за музыки. А потом между этими музыкальными номерами в паузах впрыскивается дозняк пропаганды западной. Что нужно какую-то альтернативу, что в пятницу вечером не BBC слушали. Есть обычный Руси, но... То есть получается, взгляд не развалил Советский Союз, а не помешал западной пропаганде развалить Советский Союз? Нет, просто иногда замысел очень отличается. То есть воплощение очень отличается от замысла. Я думаю, что как раз здесь этот случай, что решили сделать молодежный музыкальный проект с западной музыкой, где была бы позволена западная музыка. А люди все равно слышали то, что хотели слышать. Но он очень сильно и быстро политизировался. И кроме того, вот это абсолютно необычное для советского телевидения манера, свободные ведущих, и отсутствие этого официоза, это то, что называется ветром перемен. Я думаю, что очень быстро вышел из-под контроля взгляд. И стал действительно, я думаю, что значительной политической силой. И недаром же почти все ведущие взгляды были избраны, но ура, прошли в депутаты. И я когда говорил с Лысьенко по этому поводу, он сказал, что даже табуретку, которая стояла в студии, если бы ее выдвинули в депутат в 89-м году, ее бы избрали бы с песни. Поэтому думаю, что мы забываем уже сейчас контекст. — Но вы вкусили славу, вы почувствовали у себя? — Да, там очень легко было прославиться. Буквально один эфир, и все, ты не можешь выйти на улицу. И каком-то это слава была, очень сейчас много журналистов, они слава, но у них такого, ну так безобидного, ну клоунского характера. У человека там шоумен, поэтому к нему запросто могут подойти, попросить с ним сфотографироваться. А взгляды воспринимали как героев. Я там помню, я летел в Уфу, и командир сказал, что у нас там на борту, и это и вышел в салон, и пожал мне руку, и сказал, что мы вами гордимся. Вот этот был пафос такой. Ну действительно, вот было ощущение. И кроме того, мы, вот лично я про себя скажу, что я реально считал, что могут арестовать, засадить в психушку, как-то репрессировать. То есть ощущение, вот на первом этапе, когда не было никаких ни денег, ничего, вот было ощущение какого-то такого драйва и какого-то такого подвига. И знаете, там у Бориса Борисовича Гремичкова, который, опять же, по-человечески абсолютно не воспринимаю, не уважаю, но все время цитирую, потому что это очень адекватно было тому времени. У него там есть такие строки, что, ну, как бы там, горящие нефть, их лечится с этажа на этаж, там, у нас нет надежды, но этот путь наш. Вот это ощущение было, что вот надежды нет никакой, ничего из этого не получится, но что-то сделать надо, рвануть тельняшку на груди, что-то выкрикнуть про Гдляна и Иванова, про коррупцию. — Но страшно было, это страх настоящий. — Ну, было стрёмно, наверное, стрёмно, то есть оказаться за 101-м километром, высланным из Москвы, такая опция рассматривалась абсолютно спокойно. И я помню, что мы из ленинградской командировки, когда ехали с Александром Любимым, с Константином Эрстом, Саша, Александр Михайлович, привязывал к телу эти битакамские кассеты с записями для того, чтобы там в багаж их не сдавать. Из Сочи он же отправлял кассеты с проводницей, потому что понимал, что его в аэропорту обыщат, и обыскали такие, задержали и арестовали, кстати. То есть, ну, это бы были такие моменты достаточно. — А 91-й, вы помните, что делаешь, что было, вот когда... — 91-й год уже немножко была другая история. Во-первых, появились деньги. То есть, там каждый год был год за день. — Вот разные, да, это абсолютно разные периоды. — Совершенно-совершенно другая тема. — В 91-й год появились уже деньги. То есть, там совершенно по-другому воспринималось всё. Многим было уже что терять. Кроме того, деньги, они ведь ещё были не собственные деньги, как деньги, а деньги, как некий атрибут фронды. Потому что деньги были, условно говоря, деньги были запрещены. Ну, бизнес-деятельность, слово «бизнесмен» было ругательным, спекулянт, 154-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации существовала за... — Форцовщики и прочее. — И мир, дружба, жвачка. Мы будем жить дружно. Были полные иллюзии, что сейчас вот этот совок рухнет, и мы заживём в прекрасном идиле. То есть, то, что мы имеем дело с хищником, который будет дожирать до тех пор, пока можно будет, и выдирать куски, никто не отдавал себе в 91-м году отчёта в этом. Вот этот геополитический расклад, он был абсолютно непонятен. Во всяком случае, мне и очень многим. Я не скажу, что всем, не буду говорить за всех, но очень многим моим коллегам было непонятно совершенно картина мироздания. — Удивительное дело, почему? Потому что получается, что ситуация очень похожа на нынешнюю. Сейчас тоже есть мы, есть Запад, но вот это ощущение того, что мы не более чем... Вот такой вот лакомый кусок пирога, оно есть, мне кажется, у гораздо большего числа людей, чем было раньше. А хотя раньше пропаганда была намного сильнее, чем сейчас. Почему не сработало? — Пропаганда была очень тупая, и все смеялись над этими штампами за крама Родины. Там американская военщина, израильская военщина. А сейчас-то мы понимаем, что есть и американская военщина, и израильская военщина. — За крамами сложнее уже. — Да. — Их просто меньше за крамов. — Да, за крамов гораздо меньше. Просто эта пропаганда была очень-очень топорная, и в нее не верили, она играла как раз против, на самом деле, режима. А на самом деле сейчас ты понимаешь постфактум, что очень многое из того, что говорилось, соответствует раскладам. Во всяком случае о том, что все крупные игроки на геополитическом поле — это просто хищники, которые живут друг с другом или вступают в альянс друг с другом. Тогда не было такого ощущения. Казалось, вот она, Америка. — Но вы 19 августа где были в 19-м году? — У 19 августа очень смешно. Я прилетел в 7 утра из Болгарии и лег спать. И в 9 или во сколько-то ночи меня разбудил звонок из Парижа от моего соавтора Франсуа Моро. Это такой был журнал ВСД, очень такой огонек французский. Мы с ним писали книжки. Меня Юлиан Семенов все время с ним познакомил. Он говорит, что у вас там творится, у вас переворот. Я говорю, Франсуашечка, ты офигел. Короче говоря, так скажем, типа дай поспать. И в это время слышу какой-то такой вот звук. У мобильных телефонов не было, телефон был на проводе. Я говорю, минуточку, я выхожу и вижу, как по проспекту идет колонна БТР. Я позвонил часов в 11 Тельману к Дляну. Мне жена сказала, что он арестован. В следующем я позвонил Калугину. Такой был опальный генерал КГБ. И вот здесь мне стало спокойнее. Потому что я понимал, что его телефон прослушался. Я думаю, что и мой прослушался. Но его 100% прослушался. Он был оппозиционный генерал КГБ. И он говорил таким тоном, как будто он в эфире. Они сами сказали, этих людей будут судить. То, что сделало ГКЧП, это преступление. Они обречены. И он это не мне говорил. Он говорил тем людям, которые слушали. И я понимаю, что он человек информирован. И понял, что у них все так плохо. Потом я позвонил Косте Кинчеву. Это из того, что я помню. Он сказал, что к Белому дому гитару брать. Я говорю, знаешь, лучше водки возьми. Позвонил Ване Демидову. На что он сказал, не суетись. Ребята уже работают. И в общем, как-то было так. Здорово. Время вспоминается сразу какими-то... Сейчас это может уже смотреть как-то отдаленно. Я думаю, что это может быть на несколько месяцев. И что были аресты, и что могут быть аресты. Вот это я как бы допускал. Ну вот Тель Махаринович Игляна просто вот Сусанна, его жена. Скажу, что вот просто забрали ранее, ранее мутно. Не могу не спросить о журналистике. Потому что в то время, когда и вы работали в газете, и во «Взгляде», и долгое время потом, да и в «Комсомолке» всегда, должно было такое понятие, как гвоздь. Гвоздь номера, который держит все тело. И то, чего, собственно, ждет читатель. Вот некое событие, которое глубоко расследуется. Сейчас абсолютный тренд на какое легкое и восприятие жизни, и восприятие событий. То есть я в пять минут вам напишу сенсационную заметку, и никто не заметит, что я многом соврал. Что сейчас происходит? Это не проверка фактов, это такое легкое отношение. К чему это все приведет? Я думаю, что просто меняется модель восприятия информации. Во-первых, сейчас у нас есть сеть информации. Если раньше был дефицит, просто узнавали что-то, кто-то кому-то что-то пересказывал, кто-то съездил за границу и рассказывал. Клипы мы ставили во взгляде. Если кто-то мог добить кассету, Артем Боровик привез кассету на ВХС, где там с клипами. И вот у вас есть музыкальный номер, без всяких авторских прав. А сейчас информации очень много. Очень много фейка. В ней трудно ориентироваться, и падает доверие к информации. Потому что действительно фальшивых новостей очень много. Зачем задумываться о том, правда это или неправда? Все равно умрет через несколько часов, а может несколько минут. Евгений Юрьевич, спасибо вам большое. Евгений Додолев был сегодня в нашей студии. Павел Садков, я Антон Челышев. Вспоминали мы о «Взгляде». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.